Заготавливать дрова и уголь на зиму, топить печку, чтобы было теплее. Для кого-то пережитки прошлого, а для некоторых – обыденность. Жители села Кармалейка Барышского района прощаются с печным отоплением. Населенный пункт наконец-то пустили газ. Внутри поселковый газопровод протяженностью 8,5 километров построен. Сейчас подключают дома. У нас большие планы на 2023-2024 год. Будем строить межпоселковые газопроводы, будем подключать дома. Если взять Кармалейку, то уже 25 домовладений подключились. На 75 у нас заявки собраны, да, Владимир Николаевич, в ближайшее время газ подадим в дома. Вере Алексеевне подключили голубое топливо одной из первых. Теперь, признается женщина, печь будут топить только, чтобы побаловать близких домашней выпечкой. Работы замечательные. Все. Сейчас чуть-чуть подъем. У нас был баллоневый газ. Так и заглядывай. Баллон закончился, нет, оттащишь опять. А сейчас я даже, вот знаете, не верится, что у меня газ есть. Очень хорошо, очень хорошо. Не верится до сих пор. Кармалейка не единственная, где провели голубое топливо в этом году. 230 миллионов рублей из регионального бюджета направили на строительство газопроводов в семи населенных пунктах. Еще в 14 деревнях и селах завершили проектирование. Среди них Краснополка Корсунского района. Газ хоть и дошел до жителей давно, но школу и дом культуры все еще отапливали дровами. Обещанного проведенного газа ждали в селе отнюдь не три года, как в пословице, а пять. Даже обращались на прямую линию губернатора в прошлом году. Летом в селе установили новую газовую котельную. Если это требуется вмешательство человек, то тут же сигнал аварийной диспетчерской службы идет на место. То есть это Корсунский район. То есть у нас здесь постоянно действующая круглосуточная аварийная бригада, которая уезжает на место и устраняет эту проблему. Поэтому происходит все это очень быстро, потому что в режиме отопительного сезона мы всегда наготове. То есть, как говорится, мы ни минуты не спим. В следующем году к газовому отоплению подключат почти 200 социальных объектов. Три из них вошли в программу газификации уже в 2022-м. Это школы Сурского района, сел Архангельского и Большого Кувая.